7 магических секретов с помощью которых можно управлять другими секретный способ заставить других слушаться вас номер три как заставить других людей волноваться даже бояться если они не слушаются вас исходя только из темы это предполагает нечто более сильное и фундаментальный чем раньше ранее мы обсуждали как заставить людей слушаться вас так чтобы заставить их думать получит награду либо с материалом либо без материала таким образом не говоря уже о трате денег не получив ничего они будут подчиняться чего бы вы не пожелали можно сказать что это довольно ужасно как же иначе мы воспользуемся секретной техникой в которой вы заставляете их думать что существует риск если они не слушаются тебя он действительно может быть очень эффективным мощным и прямым потому что это очень важная вещь в человеческом уме это касается самого основного человеческого разума а именно страх если мы работаем в компании на нас возлагается большая ответственность задача с довольно большой и необычной целью в этой цели нам будет предоставлен бонус если мы достигнем указанной цели и получить выстрел если он не попал в цель тогда вот что заставляет нас подчиняться какие бонусы какие награды мы получим или угрозы увольнения если они не попадут в цель конечно большинство людей боятся не достичь цели что делает ее более обнадеживающий подчиняться приказам начальника следующий вопрос это правда цель которая нас напугает нет наши мысли иногда обманывают сами себя и для этого ум будет работать так быстро быстрее чем мы можем бежать даже быстрее чем скорость лошади может даже сказать быстрее чем скорость света мы думаем что они совпадают с последствиями что будет если цель не достигнет в нашем сознании как будто мы мчимся в поисках несчастья ища страха что будет если цель не будет достигнута если не будет достигнута позже будет уволен если уволен потеряет доход если нет дохода будет бедным нет денег голод брошенный партнер униженный и так далее очень много они пересекаются в поисках самых глубоких страданий в своих умах так что будьте уверены риск санкции все что вас волнует и пугает это секрет очень сильного и послушного человека если кому-то угрожают он добровольно отдаст все при условии что он сможет пережить угрозу более того это касается жизни когда людям угрожают спонтанно и не задумываясь отдать все что у него есть человеку который угрожает многие другие вещи которые пугают людей например женщин как боится соперничество со стороны других женщин боится если она некрасивее не имеет бренда или роскоши этот страх это то чем пользуются деловые люди продвигая продукт под своим брендом так что продукты должны быть просто обычными сделано так дорого и стильно они формируют сознание своего целевого рынка своих потребителей если не одет это означает что он принадлежит к обычному классу от среднего к нишему и так далее чтобы целевой рынок конкурировал за покупку товаров по самым дорогим ценам чтобы они выглядели круче и класснее другой страх это страх стыда это также одно из самых сильных воздействий на людей позор если вы проиграете униженные многие другие люди по крайней мере хотят быть униженными иногда для некоторых это вопрос самоуважения если его унижают значит его гордость будет задета и он потерял гордость вот почему если кто-то бросил ему вызов сделать что-то хотя он не хотел этого делать из-за своей гордости они из-за того что его унижали из-за страха она заставит себя сделать это или другой страх это страх быть кем-то оставленным страх остаться в одиночестве и быть оставленным другим это еще один страх которым другие часто пользуются заставлять людей подчиняться ему но кроме этого страх хотя иногда это заставляет нас это может заставить других людей подчиняться нам что вам нужно понять. Не будьте слишком напористы, чтобы оказать давление. Потому что, когда кто-то находится на грани своего страха, когда весь его страх безграничен, этот страх превратится в принуждение к сопротивлению. Так что даже при том, что он тоже хотел это сделать. Потому что мне пришлось. Поэтому иногда этот страх дает хороший эффект. Если кто-то в этом нуждается, это побуждает его сделать то, что должно быть сделано. КО. Лично я просто пытаюсь применить это к себе. Почему добавлено, из-за силы техники убеждать или заставлять людей подчиняться со страхом. Широко используется сегодня для того, чего не должно быть. Так что мы боимся лишнего. Пример того, кто хочет начать бизнес, страх потери и другие. Который ранее препятствовал ему, потому что его заставляли, он был вынужден принять меры, чтобы инициировать это. И еще один положительный момент. Потому что иногда мы пойманы в ловушку чего-то непонятного и боимся чего-то, чего не должны. И тоже должен, если надо бояться. Мы заслуживаем бояться того, кто нас создал, потому что он всемогущ, чтобы дать все добро. Хотя мы, люди, одарены страхом. Но мы считаем, что это делается для того, чтобы стать ближе к нему, даже не тот страх, который используется для боязни людей и всего остального, кроме него. Поступая таким образом, мы можем избежать дурных намерений человека. Кто хочет использовать эту технику для недоброжелателей? Приведенная выше цитата намеренно добавлена, чтобы поделиться тем, чему нас научили. Вне нашего страха перед Всевышним. Так что я личный. Зачем передавать эту технику, чтобы мы все знали, чтобы быть осторожными с этой техникой? Секретная техника, чтобы другие подчинялись. Номер 4. Ранее мы обсуждали 3 из 7 секретных техник. Как сделать других людей управляемыми? Итак, теперь мы переходим к 4 технике. Как взять под контроль другого человека, используя несколько техник. В этой технике мы объединим техники вознаграждения и страха. Кроме того, мы дополнительно отточим и проясним смысл в сфере продвижения и продаж. Известен своими удовольствиями и болью, где потребители узнают о недостатках, с которыми они столкнулись. Если он не покупает или не использует наш продукт. Покупатель осведомлен о потерях и выгодах. Если он решит купить наш товар. Это обычно используется продавцами, когда они предлагают промо-цены и различные бонусы. Если вы сразу решили купить сейчас. А также закончатся акционные цены, скидки и бонусы. Если заказ превышает заранее установленное время. Используя эту двойную технику, покупатель будет вынужден немедленно выполнить заказ. Потому что помню, по результатам исследований. Все больше людей решают покупать не потому, что им нужно, а потому, что они этого хотят. Итак, когда мы используем несколько техник. Именно это желание будет расти. Это заставляет их немедленно покупать предлагаемые нами продукты. Хотя на самом деле это ему не нужно, или мы часто находим несколько методов, используемых одним человеком, чтобы убедить друга или еще кто-то. Делать то, что он хочет. Где он будет скрытным или подразумеваемым, будет очень благодарен, если потворствует ему, и будет враждебен, даже исключен из ассоциации. Иначе, даже королевская и государственная династия с незапамятных времен. Уже используя эту двойную технику. Побеждать и создавать царство или же подчиняться им, они обязаны платить некоторые налоги или сборы. А если нет, то королевство будет враждебным, и с ним будут бороться коллективно. Это действительно привычно для нас. Осознаем мы это или нет. И это приведет к лучшим результатам по сравнению с использованием только техник вознаграждения или одного страха. Если они менее влиятельны, метод вознаграждения. На них будет влиять его техника страха или наоборот. Потому что мы знаем каждую технику. Один или два. У каждого есть свои слабые стороны. Например, используя технику страха. Если они не подходят для использования или чрезмерны, это может повлиять на нас самих. Хорошо, мы обсудим, как использовать несколько техник. Чтобы другие слушались вас. Секретная техника, чтобы заставить других слушаться вас. Номер четыре, переговоров, маркетинга или других экспертов. Чья работа? Покорять других людей в этом мире. Уже очень понимающий. Насколько похожи отношения между ним и собеседником. Так ему было бы легче убедить собеседников и сделать их послушными ему. Итак, они услышали и поверили и, наконец, согласились с тем, что говорил оратор. Это почему? Потому что человеческим существам легче принять если что-то или кого-то, что имеет с ним что-то общее. И при том, когда он понял, что его собеседник такой же, как он. Заставляет его чувствовать себя ближе, делает его физически и морально более комфортным с этим другим человеком. Хотя другой человек был очень чужим и никогда не был известен. И с этим нам будет легче заставить этого человека соглашаться с нами и подчиняться нам. Даже с этой техникой, определенным образом, если мы знаем технику, мы можем убедить других людей, которые изначально не согласны, в течение пяти минут или около того. Может подчиняться тому, что делаем мы, и другим. Это требует особого пояснения. Возможно, в будущем я сделаю техническое видео. Что, если бы все было иначе? Что произойдет, мы не можем заставить других людей думать так же, как он. Значит, он, вероятно, думает, он и вы разные, и с этим. Этот человек будет чувствовать себя чуждым вам. Даже при том, что вы знали его давно. Он действительно чувствует, что вы для него чужие. Он будет держаться от вас на расстоянии, он будет искать других людей, которые имеют с ним больше общего. Если это происходит в рамках деловой конкуренции и дыре, это означает, что он станет ближе к вашим конкурентам. Если он отличается в контексте диалога или другого, то, что вы скажете, будет контрастировать с ним. Он всегда будет спорить с тем, что вы говорите. Снимай правильно или неправильно. Так утомительно, не правда ли? Итак, каковы сходства, которые вы можете сделать основным материалом, который будет использоваться в качестве связующего звена между нами и нашими собеседниками, или наших потребителей, чтобы нам было легче добиться того, к чему мы стремимся. Да, их много, если вы хотите обсудить их по очереди. Но здесь мы попробуем почистить некоторые из них. Родство и братство. Как мы знаем, если у нас есть братские и семейные отношения, нам будет легче составлять уравнения. Так нам будет легче вести диалог, чтобы кто-то соглашался и слушался нас. Вот почему это то, что происходит вокруг нас. Если есть что-то выгодное или хорошая возможность, можно поделиться публично. Обычно об этом заранее сообщают ближайшим родственникам или семье. Остальное получит кто-то другой. Почему это случилось? Да, потому что люди осознают силу семьи, родства или других отношений. Им легче заставить других подчиняться, соглашаться и выполнять свои желания. Согласно тому, что они хотят. Так что, если мы можем дать людям понять, у нас будет какое-то родство. Если бы этот человек находился среди нескольких человек, он бы отдавал приоритет принятию решений. В соответствии с родственными отношениями, которые ему наиболее близки. Кроме того, расовое равенство нации или региона. Как известно, схожесть происхождения рождения или происхождения места проживания. Имеет свою силу, заставляя других соглашаться и подчиняться нам. Почему это могло быть основной причиной, это человек. Психологически, если есть что-то общее или общее с ним самим. Он будет иметь тенденцию быть более готовым и соглашаться с тем, что у него общего. В том числе, если мы добьемся успеха и сможем заставить их задуматься. Вы и он пришли из одного места. С этим он будет более открыт для принятия того, что вы имеете в виду и чего хотите. Далее, уравнение той же судьбы и согласия. Когда маркетолог, автосалон говорит потенциальному покупателю. Мы с отцом такие же, у нас более одного ребенка, и мне лично очень нравится эта модель автомобиля. Помимо того, что он просторный и удобный, внешний вид может вызывать восхищение. Конечно, потенциальные покупатели согласятся с маркетингом. Потому что он чувствует, что у него есть что-то общее с человеком, который предлагает товар. Это лучше, чем он. Предложите модель по-другому. Потому что в начале общения он уже сформировал сходство между ним и его потенциальными покупателями. Как было сказано ранее, его физиологический человеческий разум будет более открытым и будет подчиняться другим людям, у которых есть что-то общее с ним. Есть много техник и способов заставить других людей относиться к вам и иметь с вами общее. Чтобы их стало легче достать и повиноваться вам. Помимо трех примеров, которые я привел выше. Вы можете развиваться в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Если вам нужны другие примеры в зависимости от ситуации или есть что добавить. Пишите в комментариях ниже. Тем более здесь обсуждение будет интереснее и, если вы не смотрели его последовательно, рекомендуем повторить сначала. Так что ничего не упущено из виду и не связано с материалом, который будет обсуждаться в будущем. Хорошо, теперь мы переходим к технике 5. Секретные методы, чтобы заставить других слушаться вас, вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию. Быть в ситуации, как яйцо с рогом или удар вперед. Проблема с людьми, которые нехороши. Спорить с жестоким человеком. Работа с подписками, которые просят поменять товар. Фактически, ущерб был причинен по его собственной вине. Что бы случилось, если бы мы не занимались такими вещами? Если мы будем трейдерами, мы потеряем клиентов. Если мы сталкиваемся с другими людьми, которые не имеют смысла или недостаточно хороши, мы только усугубим проблему, что не принесет никакой пользы или что-нибудь еще. Мы должны быть действительно умными перед лицом чего-либо. Поэтому эта техника очень хороша и вы должны понимать. Потому что в этой ситуации он обычно направлен только на решение проблемы. И на самом деле мы ничего не зарабатываем. Однако, если мы не закончим быстро, нам будет больно. Причина, требует времени, усилий и прочего. Что должно мешать той деятельности, которую мы должны делать. Так вот, на самом деле именно мы оказываемся под давлением, мы сталкиваемся с ситуацией, когда что бы мы не делали, мы проиграем и проиграем. Но здесь мы, как убеждающие, пытаемся свести поражение к минимуму или потеря. Отлично, если можно устранить эти потери. И снова остыть. Если да, то это может быть взаимовыгодно. Итак, как вам лучше вести себя как мастер-завоеватель? Вместо гнева и прочего негатива. Для начала постарайтесь сначала спокойно, смириться с этим. Потому что в эмоциональном состоянии в этом состоянии мозг обычно не может работать должным образом. Затем, после этого, начните разбираться в ситуации и так далее. Что вы можете думать и делать? Каковы ваши слабые стороны, каковы ваши сильные стороны, а также с другой стороны или наших клиентов? Каковы их сильные и слабые стороны, что заставит их согласиться с вами? И наконец соглашаемся и принимаем лучшее решение. Например, здесь мы выступаем в роли интернет-продавца косметического продукта. Согласно СОП, все товары упаковываются и отправляются именно таким образом. Так что мы уверены, что товар, который мы отправим, прошел строгую упаковку и проверку. И мы уверены, что дойдет до потребителей. Хотя в пути доставка должна пройти транзитом, а процесс погрузки и разгрузки довольно грубые другие. Товар останется в хорошем состоянии в руках наших потребителей. Еще есть покупатель, который довольно часто совершает покупки. Можно сказать, что эта мать обычно заказывает один вид косметики после подтверждения-подтверждения перевода и адреса. Товар упаковывается и отправляется в экспедицию. Через несколько дней товар прибывает, СС подтверждает еще раз, и покупатель подтверждает, что товар прибыл. Через несколько дней после этого мать снова позвонила в СС и пожаловалась, что полученный товар поврежден, и так далее. Затем начинайте чесаться и злиться, говорить о разочаровании и так далее. Как получилось, что отправили барахло, я был обеспокоен и нуждался в этом. И бла-бла-бла-бла. В этой ситуации, как у продавца, все пошло наперекосик. Потому что все, что делается, приведет к убыткам. Хочу настаивать на том, чтобы товар был получен хорошо и не был поврежден. Затем проигнорировал его жалобы, означает, что мы теряем клиентов. Хотите заменить, отправить повторно, означает потерю. Потому что вам нужно отправить тот же товар. Здесь, как онлайн-торговец, а не встречать это легкомысленно и сварливо. Лучше говорить хорошо, давая выбор. Вот что мы знаем, эта мать является постоянным пользователем нашего продукта. Значит он занятой человек, мы предлагаем два варианта. Во-первых, потому что он занятой человек и у него, вероятно, не будет времени и он захочет отправить нам вещи. Как продавец, мы обещаем вернуть деньги в полном объеме, после того, как мама вернет нам товар. Пока здесь, кроме него, не пришлось переупаковывать и сопровождать в экспедицию. Он также должен потратить немного денег на почтовые расходы. Во-вторых, мы предлагаем ему продолжать пользоваться прибывшим товаром, потому что мы больше всего знаем о поврежденной упаковке. Таким образом, содержимое можно использовать и для дальнейших заказов в качестве извинений и добросовестности. Дарим скидки и бонусы. Здесь мать, первоначально рассерженная, столкнувшись с крайней необходимостью, хочет выбрать первое в соответствии со своими желаниями. Полные деньги перевернуты, это нехорошо. Даже навредить и доставить ему неудобства. В этом состоянии он счастлив. Следуйте нашим пожеланиям, продавец. Выбирая второй вариант, а именно, в дальнейшем при повторной покупке вам будут предоставлены специальные скидки и бонусы. Здесь партия, играющая роль продавца, сумела стать настоящим убеждителем. Вместо этого он полностью изменил ситуацию, с самого начала у него был шанс проиграть, вместо этого ему повезло получить повторные заказы и он добавил больше прибыли от будущих заказов. Как вы думаете, нам просто нужно понимать, с чем мы имеем дело, какая информация у нас есть и как с ней обращаться соответствующим образом. Интересно правильно, разрабатывать и применять. В вашем собственном случае просто настройте. Здесь самое главное, как победитель, вы получите хорошее решение, которое взаимовыгодно. Кроме того, секретная техника, при которой другие подчиняются, номер 6. Как заставить других задуматься и наконец принять то, что вы говорите. Если они думают, что вы эксперт. Для этого одного метода вам потребуется много усилий. Быть услышанным, повиноваться и поверить. Вы должны быть экспертом и иметь больше способностей, чем кто-либо другой. Особенно человек, с которым вы разговариваете, и другие. Как и что люди делают, чтобы их можно было отнести к категории экспертов или экспертов. Существуют различные способы присвоения звания эксперта и эксперта. Чтобы повысить доверие и послушание других, вам и другим. Например, для этого люди учатся и изо всех сил пытаются получить высшее образование S1, S2, S3. Даже профессору. И другие. Есть и те, кто прошел различные тренинги, тренинги и даже имеет множество сертификатов. Чтобы доказать, что он специалист в этой области, или оттачивать таланты и хобби, пытаясь. Терпеть неудачу снова и снова, чтобы найти и достичь того, что другие люди делают редко. Они никогда даже не были выполнены или есть также те, у кого просто нет способностей или не хватает способностей, его продвигают и лгут о способностях и опыте. На самом деле у него не было такой способности. Но неизменно лгал, пока, наконец, верующий не станет экспертом в этой области. Для этого в эпоху развивающегося мира интернета и обилия социальных сетей. Возможно, это довольно просто сделать и широко применяется в реальном мире. Даже если они на самом деле осознают, что обманывают себя. Тогда там тоже. Заявить об экспертизе и эксперте в своей области. Иногда, чтобы выглядеть иначе, люди делают что-то отличное от людей в целом. Во-первых, он нацелен на то, чтобы другие люди не понимали. С этим, так что только коллеги-эксперты в этой области поймут. Во-вторых, чтобы он выглядел особенным, а не обычным. Мы видим, что эксперты меняют ситуацию. Например, различия в написании, так что непрофессионалы не могут прочитать и понять их, или создайте специальные языки и термины. Также есть разные формы, или некоторые делают странные и интересные движения. Так что они известны и являются экспертами в этой области. Мы можем видеть это в кафе или в других местах. Они делают особые движения, чтобы приготовить и смешать напиток или повара в специальной одежде. Сказать, они эксперты в этой области. Тогда какова важность того, чтобы люди думали, что мы эксперты и эксперты в своей области. И что делать с этой техникой? На встрече. Были жаркие споры, что нужно сделать, чтобы возродить компанию, которая находилась в упадке. С предыдущей встречи обсуждался выбор три кандидатов. Из трех кандидатов один человек будет выбран новым лидером, выбранный человек будет повышен в должности, как и его зарплата. В такие моменты, как вы думаете, кто будет выбран, конечно, наиболее компетентным человеком и считается наиболее опытным и опытным для выполнения задачи. А теперь предположим, что вы или ваша семья больны. Не могли бы вы отнести в ремонтную мастерскую или на рынок? Конечно нет. Затем, когда вы находитесь в больнице, среди многих перечисленных врачей есть терапевты и специалисты. Какой из них вы выберете? Вы ведь должны были выбрать специалиста. Почему? Потому что, вы будете более уверены в себе, больница – это место для лечения болезни. И врачи-специалисты, которые лучше знают и понимают, как лечить больных. Чем врач общей практики, или вы находитесь в группе, сообществе или другом. В какой-то момент произошла гонка. В гонке он упоминает, тот, кто станет чемпионом, получит достаточно большой приз и будет принят в качестве постоянного сотрудника в крупной компании, зарплата, возможно, очень большая. Единственный способ получить приглашение и принять участие в этой гонке – это. Если вы можете доказать, что являетесь экспертом в одной из областей, которые будут оспариваться, верно. Много других примеров, которые вы можете видеть вокруг себя. Люди готовы много работать и стремятся стать экспертами и экспертами в своей области. Уже человеческая природа, должно быть больше других, они будут огорчены. Если они чувствуют себя оставленными позади, это очень важно, когда вы становитесь лидером, вы, как минимум, должны разбираться во всех профессиях, независимо от типа, в котором вы руководите. И чтобы сохранить свое лидерство, вы должны продолжать учиться. Чтобы сотрудники по-прежнему думали, что вы более опытны, чем он, тем самым поддерживая свое существование в качестве лидера. Так что то, что вы говорите, и команда остается доверенным и подчиненным сотрудникам. Что произойдет, если у нас нет эксперта или экспертного фактора в какой-либо области? Было ясно, что мы будем как обычно. Если вы сотрудник, вы станете постоянным сотрудником. Если это школа, мы будем нормальными учениками, или, если мы бизнесмены, если мы не можем сравнивать наш бизнес, эксперты в своих областях. Конечно, клиентов будет меньше, потому что люди думают, что нашему бизнесу не хватает возможностей, и они не будут доверять им в использовании наших услуг и продуктов, или, если говорить, то, о чем люди думают, что мы не являемся экспертами в этой области. Над нами могут просто посмеяться, если мы будем участвовать в его обсуждении. И что бы мы ни думали, и что бы мы ни говорили, будет только опровергнуто и отвергнуто. Хотя мы искренне намерены помочь, и то, что мы говорим, правда. Грустно, не правда ли? Хорошо, продолжай учиться. Овладеть чем-то, даже чем-то неконтролируемым. Вы решаете, значит, вы контролируете, или кто контролирует. Следующий. Секретная техника, чтобы заставить других слушаться вас номер семь. Не похоже, что дело касается седьмой секретной техники. Как заставить людей поверить тебе и слушаться тебя. С техникой, поэтому на нее можно положиться. Это последняя техника в этой части 1. Из многих других замечательных материалов, которыми мы поделимся вместе, из «Как заставить других поверить» и многое другое. Уже. Как вы думаете, по сравнению с методами 1.6, какой из них вы считаете более мощным и действительно необычным? Техника вознаграждения. Если в соответствии с тем, чему я учусь и применяю себя. Поначалу этот метод может сработать. Но со временем убеждающий будет подавлен временем. Ведь каждый раз нам нужно увеличивать и продолжать увеличивать то, что мы даем. В противном случае эффект будет слабым, а не максимальным. Вы можете доказать это, когда привыкнете давать награды. Когда детям говорят научиться или что-то делать в будущем. Если вы даете и обещаете ту же сумму, что и раньше, снова и снова. Со временем он не станет делать то, что вы ему говорите. Если вы не увеличите число, и в конце концов это станет для вас проблемой. Ваш ребенок не будет искренним. Потому что все измеряется только материей. Лично для меня это очень плохо. То же и с угрозами. Где-то можно увидеть эффект наказания. Как вы думаете, много чего произошло? Подчиняются ли люди закону и правилам или нарушают их? Даже в некоторых случаях, если человек или группа слишком подавлены. Возможно несколько вариантов. Иногда они учатся приспосабливаться и начинают понимать. А иногда и очень много. Это порождает бунт и многое другое. Как насчет техники быть экспертом? У этого тоже есть свои недостатки, но они должны дополнять методы друг друга по уважительной причине. Это тоже неплохо. Тогда какая техника лучшая? Какая самая лучшая техника? Чтобы люди верили и слушались вас. Какие приемы можно использовать, которые не будут иметь неприятных последствий для нас самих? И другие последствия, это седьмая техника и есть ответ. Это техника, лучшая техника и без негативных последствий как для нас, так и для окружающих. Этот фактор, который доказывает, кто вы есть, и как вы проявляете себя как человек, которому можно доверять и на которого можно положиться. Вот что будет иметь колоссальный эффект. Как вы станете надежным человеком? И можно доверять. Продолжайте расти и расти, становясь больше. Это то, что сделает вас человеком, которому другие подчиняются и слушают. Позже, в другой части, я объясню, в чем причина и полный секрет этой интересной вещи. Но прежде чем мы обсудим, как использовать это доверие и надежность как свою силу, чтобы стать победителем. Сначала очистим и разберем, как заставить других доверять вам. А в следующем видео я открою вам секрет. Как заставить других поверить в вас. И как ты можешь быть настоящим победителем, быть услышанным, повиноваться всему, что ты говоришь. Хорошо, не чувствуй первый том. О том, как заставить других слушаться вас, больше нет. Это начальный этап, одна из частей серии секретов настоящего победителя. Основная цель, понять, как мы легко получаем то, что хотим от других. В следующем разделе мы обсудим то, что я упомянул выше. Если есть мнения, или другие. Пожалуйста, напишите комментарий ниже, чтобы быть в курсе обновлений, нажмите кнопку звонка, подпишитесь, поставьте лайк, комментируйте и поделитесь этим видео в своих социальных сетях. Так вы стали еще одним хорошим человеком, который распространяет и поддерживает полезные каналы. Мы молимся, чтобы это было вашей благотворительностью, и мы также молимся за тех из вас, кто подписывается, ставит лайки, комментирует, делится, помогает вам это делать, добивается успеха во всех отношениях. Хорошо для вашей будущей жизни. Хорошо, спасибо. Увидимся в следующем видео, которое более интересно и необычно. Субтитры сделал DimaTorzok